Первый раз, когда при мне употребляли героин, я сказал, типа, нет, я не буду делать это, зачем я буду делать это? Второй раз, когда была примерно та же ситуация, я сказал людям, боже мой, я тоже героин, зачем я буду делать это? В третий раз это уже было хорошо, не так это и страшно, как о нем говорят, давай попробуем. И с того момента не было дня, чтобы я не была на героине. Если бы у тебя было три желания, что это было бы? Хм, давай посмотрим. Я бы, наверное, пожелал, чтобы я мог принять какую-нибудь таблетку, которую я сделал бы так, чтобы я никогда не вспомнил, как ощущается опиодина. Затем, надо подумать, вторым желанием, наверное, было бы вернуть свою собаку. И третьим желанием, наверное, было бы вернуть мою кошку. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как ты думаешь, как твоя семья будет себя чувствовать, если она увидит это видео? Я надеюсь, что они не увидят. Ты надеешься, что не увидят. Но... Я не знаю. Ты думаешь о них все время? Все время. Я скучаю по ним. Ты думаешь, они могут быть здесь где-нибудь в поисках тебя? Или они просто ждут, пока ты бросишь сама? Да, скорее. Они просто ждут, когда я брошу. Когда они не слышали обо мне столько времени, это скорее... Почему я не разговариваю с ними больше сейчас? Потому что им будет лучше. Не так стрессово, как если бы я сейчас была с ними. Понятно. Ты обращалась к каким-нибудь рехабу или что-нибудь? Да, первый шаг. Мы начинали делать это. Да, но я уже не была там некоторое время. Но кроме этого, я ищу возможность амбулаторно пройти лечение на веществах, на метадоне. Я никогда не пробовал метадон. Ты никогда не пробовала? Но ты пытаешься с помощью него выйти, да? Да, я пытаюсь. Нужно пытаться на чем-то. Нужно пытаться на чем-то. Тебя арестовывали раньше? Да, меня на самом деле арестовывали пару недель назад. Я теперь под наблюдением, поэтому мне нужно заниматься этим в любом случае. Что ты думаешь о правительстве и о их связи с бедностью здесь? Да, от этого тошнит сила. Что ты думаешь на этот счет? От этого тошнит. Фигня? Ты думаешь, что здесь есть их вина? Да. Да, это должна быть чья-то вина в конце концов, так? Эти улицы, все это дерьмо беспредельно. Это не было бы так, если бы власти относились иначе. И они знают об этом, да? Да, все вообще знают об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это настоящая гробница здесь, от улицы Джасперс по Алиони Авеню. Люди умирают буквально вот здесь, где я стою. На этой улице умирает больше всего людей, потому что тут все более безумно. Потому что продажи здесь более открыты, а наркотики здесь более дешевые. Здесь больше возможностей для тебя оказаться в опасности и неприятности. Каждый день здесь преступление. И люди стреляют тут. Что бы ни случилось, каждый день жизнь продолжается здесь такой же. Каждый день здесь кто-то умирает. Или это от передоза, или это убийство, или это кого-то ударили ножом. Или ударили кого-то охеренно по голове. Полно людей забивается и погибает на этой улице. И ты знаешь, что продолжается? Продолжается жизнь. Подойди сюда, я тебе кое-что покажу. Вот здесь. Что значит ТНТ? Привет всем, как дела? Это Checking Effect. И я снова здесь в Филе, Филадельфии. И мы все равно в Филе сейчас. Тут сказали, что полиция вычистила это место, что они делают свою работу. Я посмотрел, не видно, чтобы ситуация сильно изменилась. Но мы посмотрим, что тут происходит сейчас, ребята. Сейчас поглядим, действительно ли они тут почистили. Если почистили, то молодцы. Мы же тут все именно этого хотим, так? Поэтому мы пойдем посмотрим, что происходит. В общем, да, ребята. Полиция наконец-то выполняет свою работу, как вы можете видеть. Прямо здесь. Они делают свою работу. Они выводят каждого отсюда, кто принимает наркотики или что-нибудь в этом роде. Всех отсюда на выход. Выглядит как, что Кенгсингтон может быть другим. Может измениться. Они могут сделать что-то. Они могут сделать что-то, чтобы защитить город. Они могут сделать что-то, чтобы защитить город. Заткни GPS. Этот район открыт. Привет, йо, ребята. Делаешь длинные видео? Нет, но я снимаю долго. Но думаю, видео окончательно получится минут на 20. Мне сообщили люди на канале, что Кенгсингтон вычистили, что тут все теперь нормально. И я сегодня записываю, чтобы посмотреть, что они сделали, понимаешь? Как считаешь, вычистили они? Сказали, что приехала полиция и почистила Кенгсингтон. Да, 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 да. Они пытались. Что ты имеешь в виду, пытались? Они почистили вот эту сторону. Но это же бездомные. Да, бро. Но люди маякнули меня на YouTube. Проверь, они вычисли тут район. Это не так. То есть, это ложь? Они почистили вот с этой стороны, когда ты выходишь на Кенгсингтон авеню и идешь направо в сторону 7-11. Они там вычистили. Но люди перешли в сторону от нас и налево по авеню. То есть, это только как бы для телевидения все почистили. Для новостей. Вот, смотрите, мы делаем свою работу. Но они на самом деле делают ее не полностью. Ну, а что ты можешь сделать? Этих людей сдвинули, но они бездомные. Если ты никуда не можешь их перевезти, что ты хочешь, чтобы они сделали? В официальном сообщении было, послушай, что было сказано. Или вы находите место, где вы можете реабилитироваться, или вы съезжаете с этой территории. Это то, что было в заявлении. Это то, что мне передали люди, и поэтому я здесь. Это то, что они попытались сделать. Я сейчас это узнаю, пройдусь по этим углам и увижу сам. Если пойдешь туда, там будет чисто сейчас. Вот сюда. Так, то есть, справа сейчас чисто, и мне нужно пойти налево. Иди влево, парниша. Да, иди к северу. Если пойдешь туда, там будет нормально, потому что полиция сейчас не уезжает оттуда, чтобы следить за тем, чтобы никто туда не вернулся. Они там ради этого только и стоят. Поэтому тебе нужно пойти вот сюда. О, то есть нам вешали лапшу на уши, чувак? Окей, я пойду посмотрю налево. Ценю за всю информацию, бро. Проверь мой YouTube-канал. А я проверил, я знаю твой канал, смотрел последний эпизод. Йоу, я только вернулся из Нью-Йорка. Просто чтобы вы знали, я сообщил заранее людям на этой улице, что я буду здесь, буду записывать видео, получу разрешение от местных. Поэтому мы в безопасности. Ну вот, совсем недалеко. Я уже нашел одного. Первого нашел. Гавняно тут. Гавняно тут. Что ж, я думал, они сказали. Я думал, что они сказали, что Кенксингтон вычищен. Это не вычищено, ребята. Это ложь. Они врали нам. Это вранье. Это прямая ложь. Они солгали нам, бро. Тут нифига не вычищено. Полно мусора. Прямая ложь. Чистое вранье. Да, чеки нафиг проверяют, как тут с чистотой. Ни хрена не вычислили. Все вранье. Все вранье. Мэм. Мэм. Я думаю, нам сказали, что тут все чисто теперь. Это то, что они сказали по новостям. Поэтому ты не можешь верить новостям? Точно. Они лгут. Они лгут нам. Это видео новое. Это не какое-то старое видео. Они врут. Это место не вычищено. Они врут. Неделя прошла, как они тут устроили зачистку. Вот это сейчас наибольшее количество людей, которые я вижу. Это наибольшее то, что ты видел? С момента зачистки неделю назад. Да. Когда это было? В среду. В среду и сегодня суббота. Суббота, да. Но со среды до сегодняшнего дня тут было чисто. То есть тут было чисто 2-3 дня. Да. И уикенд, естественно, все на расслабоне. Выходные и все такое. Верно. И, конечно, народ начал возвращаться. То есть позже будет больше людей, через несколько дней. Суббота, воскресенье и, может быть, понедельник. Потом они опять начнут зачищать. То есть зачистили и возвращаются. Зачистили и возвращаются. Да, это как пинбол. Да, это пинбол. Это именно это. Как они собираются очистить это место? Если они сперва не решат вопрос, как дать людям места проживания и прочее. Потому что большинство людей, которые здесь, им негде жить. Многие подписчики и люди, которые меня смотрят, сказали мне, проверь, они тут навели порядок. Это не так же теперь, как было раньше. Они вычистили все. Кэнксингтон чист. Так я приехал сюда посмотреть сам. Нет, это здесь никогда не будет выправлено. Пока они не решат текущую проблему, найти людям пристанище, предоставить людям лечение. И власти города. Они не делают этого. Позвольте задать мне вопрос. Город не делает что? Город не дает, не предоставляет нашлежки, которые людям нужны. Система приюта в Филадельфии не работает. Система говорит, что они предоставляют... Вон чувак хочет тебе дать интервью. Подожди секунду, подожди. Они говорят, что они предоставляют возможность рехаба, реабилитации. Они заявляют, что или идите в рехаб, или уходите отсюда. Нет, ты видишь, как это? То есть у них реабилитационные центры, но они там не осуществляют лечение, которое нужно людям. Они просто этого не делают. Город не финансирует программы, которые нужны. Людям нужны укрытия, людям нужно лечение, людям нужна... нужна просто помощь. Верно. Здесь есть и люди, появившиеся вследствие пандемии. Как я. Я потерял свою работу и сошел на этот кайф. То есть ты начал принимать наркотики из-за пандемии? Да, я вернулся к наркотикам из-за пандемии. До этого я был в завязке 4 года. О, чувак, жаль слышать это. Да, я работал, но потерял работу из-за сокращения, потом потерял дом и все. И у тебя не было выбора, ты оказался на улицах. Я вернулся на улицу, да. Хозяин моей жилплощади сказал, что у тебя вообще нет работы. Сказал, что я должен сваливать, потому что я не могу удержаться на своей работе. Поэтому я должен уйти. У меня нет дохода. И я закончил в аэропорту на 2 месяца. Спал у аэропорта? Спал у аэропорта. И у меня случился рецидив, когда я зовился в аэропорту. Черт, и на какой наркотик у тебя упал выбор? Мой выбор наркотик и героин. Героин? Понятно. Окей, окей. А что произошло с твоей рукой? У тебя там рубцы, шрамы. Это последствия после вкалывания. От вкалывания плохими иглами? Нет. Или от того, что слишком много вкалывал? Да, просто промахиваешься, не прочищаешь спиртом и тому подобное. А, понял, понял тебя. В какой-то момент ты был в завязке на протяжении 4 лет, работал, пандемия пришла, ты потерял работу, потерял съемное жилье, теперь ты снова на улицах. И в конце концов ты оказался на улицах. Что дальше? Наркотики, да? Наркотики. Наркотики, воровство, одним словом, нарушение закона. Сколько тут стоит героин? Тут он стоит 5 долларов за мешочек. Коричневый мешочек, да? Да. То есть голубой мешочек. А, понял, поэтому я вижу голубой мешочек. И моя зависимость это 32 мешочка в день. 32 мешочка в день за 5 долларов каждый? Подожди, подожди. Это 30 на 5, это 150. Верно. Тебе нужно 150 баксов, чтобы закрутиться? Я выхожу и делаю то, что я должен сделать. Я ворую, граблю, все что угодно. Чего бы это не стоило для тебя, чтобы кайфануть? Да. Черт возьми, бро. Это безумие. Это почему столько девушек здесь? Им, чтобы накопить себе на дневную дозу, приходится трахаться здесь весь день. Некоторые женщины, которых я тут видел, они голые. Да. Но знаешь, что я еще заметил? Я вижу здесь очень привлекательных женщин. Да, девушки. Видно, что некоторые из них вполне офигительные, но им нужно слезть с этой херни немного. Да, тут достаточно симпатично выглядящих девушек. Черт возьми, бро. Окей, дружище. Я благодарю тебя за интервью. Как тебя зовут? Марк. Марк, я тебе немного кое-что дам сейчас за интервью, бро. Хорошо, спасибо. Я думаю, все окей? Да, все отлично. Всего лучшего тебе. Тебе тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Впереди у нас виднеется джентльмен, который, по всей видимости, находится под влиянием некой субстанции. Его выносят. Мы пойдем максимально медленно. Привет, парень. Ты нормально? Ты нормально, папа? Окей, просто хотел убедиться, что у тебя все хорошо. Ты нормально, мэр? У него чуть не случился сердечный приступ, хотя я разбудил его немного. Да, он все продолжает повторять, о, боже мой. Я напугал его. angan,angan,angan,angan,angan, Ricky, Субтитры сделал DimaTorzok Я бы назвал это так, жилищное пространство вне дома. Я стараюсь сделать все, что могу, чтобы просто задокументировать вещи, не внедряя слишком личное пространство людей. Я не хочу подходить слишком близко, особенно с этим девайсом. Итак, мы в одной из точек, где обычно происходит большая активность. Люди приезжают, как правило, из трех штатов – Делавер, Нью-Джерси, иногда из Нью-Йорка, иногда из Северной Каролины. Люди определенного сорта со всех городов восточного побережья приезжают на эту авеню в Филадельфии, чтобы найти определенные вещества. Мы видим что-то вроде рейда, который сейчас выполняет патруль. Она обыскивала его сейчас. Поехали, патруль. Поехали. Чтобы ходить по этой авеню, у тебя должна быть толстая кожа. Мы находимся в сердце Кенсингтона. Мы сейчас проходим ломбард. Это старый торговый район. Тут было когда-то открыто множество магазинчиков. Но в наши дни тут не особо много шоппицей, как вы можете видеть. Перед нами двое людей. Один слева, опущенный к земле. И другой справа. Вы, ребята, видели когда-нибудь фильм «Ночь живых мертвецов»? Там все были такие. Они были как зомби. Это грустно. Это практически то, во что превратился этот район. Вы видите людей? Я не знаю, как они вообще выживают, но они как-то выживают. Понимаете? И это невероятно, потому что я сейчас прошел мимо нескольких человек, которые просто открыто заправляют свои шприцы для утренней дозы. Понимаете? Просто вот так открыто на улице заправляют шприцы. И по ходу того, как я иду, слышу слова «работа», «работа», «субстанции», «субстанции» — это то, что они продают здесь. Я не знаю, почему они считают мудрым говорить это перед человеком с камерой, но всем своё. Бро, все три эти женщины по правую сторону заправляли свои шприцы сейчас. Буквально все три. Я думаю, что у них происходит низкий разговор. Полагаю, что это нечто противоположное высокому разговору, так? Потому что они до сих пор коммуницируют друг с другом, наклонившись низко к земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, чуваки. О, чёрт, мой косяк. Я запнулся за их мусорный бачок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понял тебя. Он сказал, йо, бро, постарайся быть повнимательнее там. Вы видите, некоторые люди нормально смотрят на это. Не все раздражаются, когда они видят, что кто-то снимает видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебя зовут? Меня зовут Санни. Откуда ты, Санни? В Сан-Диего. Сколько ты находишься здесь? Пять месяцев. Что привело тебя в Кенсингтон? Кенсингтон. Это самый крупный открытый наркорынок в Соединённых Штатах. Так что тебя привело в Кенсингтон? Как ты узнал об этом? Но как? Это... Кенсингтон – это известное для всех место, кто говорит о героине и... Особенно о героине. А Кенсингтон не знает как бы через сарафанное радио. Сколько ты употребляешь наркотики? С перерывами 10 лет. С перерывами 10 лет. Сколько лет тебе? Двадцать семь. Двадцать семь? Серьёзно? И ты была всего здесь три месяца? Пять. Пять месяцев. И ты оказалась здесь, потому что это крупнейший наркорынок. Самый большой и самый дешёвый. Когда-нибудь планировала вернуться назад? Я хотела бы. Я не планировала оставаться здесь столько, сколько я уже нахожусь, понимаешь? Ты как бы застреваешь здесь. Когда в последний раз ты говорила со своей семьёй? Две-три недели назад. У моей дочери день рождения через пару дней. И это тяжело. И что они говорят тебе? Они говорят тебе, приезжай домой. Или... Моя семья была со мной и моей зависимостью. Достаточное время, что сейчас это как бы не приезжай домой, пока ты не захочешь исправить свою жизнь. Ну и вот. Какой у тебя выбор наркотика? Героин. Как ты зарабатываешь свои деньги? Ну, сейчас я хожу на свидания, занимаюсь проституцией. Но я не занималась этим раньше. До этого я зарабатывал в деле, что на улицах продавала наркотики. Но мне не нравится, когда в меня стреляют. Поэтому проституция более безопасна, как бы это безумно ни звучало. Безопасна. Переспать. Переспать, да. Чем продавать. Все твои свиданки проходят хорошо? Я не могу сказать, что они все проходят хорошо. Но ни одна из них не пришла фатально плохо. Я встречала на самом деле действительно милых людей. Я встречала людей, которые берут меня просто на ужин и платят только за то, что мы пообщались. Они просто хорошие люди. Их не много. Я бы не стал искать этих людей, чтобы пойти с ними на свиданку, о которой мы говорим. Но такие люди случаются. Тебе нравится заниматься проституцией? Нет. То есть ты бы предпочла вернуться к целостной жизни и бросить наркотики, если возможно? Кем ты была раньше? Чем ты занималась? Я была хирургическим технологом. Серьезно? Да, я работала в операционной комнате. Вау. Как? Когда это началось? Когда мне было 17, у меня был парень. И его брат был в этой теме. И в какой-то день у него были наркотики, и мы попробовали. Но это было не так, что первый человек, который мне предложил это, я тут же попробовал. Изначально мне был прописан перкацет, обезболивающий. 12 лет. С неограниченным пополнением принадобности. Мне тогда это нужно было от мигрени. И потом они стали слишком дорогими. После того, как мой рецепт закончился. И затем, первый раз, когда при мне употребляли героин, я сказал, типа, нет, я не буду делать это. Зачем я буду делать это? Второй раз, когда была примерно та же ситуация, я сказал людям, боже мой, я тоже героин, зачем я буду делать это? В третий раз это уже было хорошо. Не так это и страшно, как о нем говорят. Давай попробуем. И с того момента не было дня, чтобы я не была на героине. Когда ты оказалась в Кенсингтоне, здесь они сильнее, чем тот, который был дома. Лучше был здесь? В Кенсингтоне? Да, здесь. Нет. Это на самом деле удивило меня, потому что это, будучи крупнейшим открытым рынком наркотиков, наркотики здесь невысокого качества. Ни один из них. Ни один из них. Ни один из них. Вообще. В действительности, героин здесь не героин. В последний раз, когда я была на реабилитации, тесты показали, что во мне вообще не было пятна. Это фентанил, и это не фентанил. Что это? Это молли и бензос. Потому что я представляю, что такое эффект спитбола. Эйфория, которая дает тебе прилик героина. Бензос же действует так, что ты хочешь уснуть. Люди здесь думают, что приход от героина, это когда ты типа должен уснуть на 5 часов. Но когда я начинала принимать героин, и это был героин, в этом никогда не было цели. Ты принимаешь героин, потому что он создает теплоту внутри тебя. В тебе это ощущение глубокого объятия. Как бы чего-то объятия на 5 часов. Как будто тебя кто-то обнимает. Ты засыпаешь только если ты выбрал слишком многое. Я ничего не пойду. Я ничего не знаю. Я немного тебя увидел. Мне печально это понимать, что ониокаמים не считали. Он точно не смし возьмали меня. Коррепыши Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты здесь с того времени, как приехала, или ты уезжала, потом возвращалась? Нет, я была тут периодически, у меня было свое место. Я стала приезжать сюда и со временем осталась здесь бездомной. То есть ты на улицах, у тебя есть какое-то укрытие? По-разному. На улицах или иногда у друзей, там-сям. Кто увел тебя в этот район? Друг или кто? Мой бывший парень. Твой бывший парень? Окей, вау. Тяжело бы здесь? Каждый день. Или у тебя уже выработался иммунитет ко всему? Нет, каждый день становится все тяжелее и тяжелее. Какие наркотики ты выбрал? Крэг, кокаин и героин? Какой ты используешь чаще? Крэг, кокаин. На ежедневной основе сколько ты тратишь на свою зависимость? Где-то примерно 200 долларов. 200 долларов в день? Могу я спросить, как ты можешь себе позволить это? Мне приходится просить помощи, я делаю разные вещи, легально и полулегально. Все, что может принести денег в этом комьюнити. Все, что может принести денег, понятно. Тут жестко, да? Да, очень жестко. У тебя есть семья дома, которые скучают и нуждаются в тебе? Да, есть. Когда ты в последний раз разговаривал со своей семьей? Два-три месяца назад. Два-три месяца. У тебя есть с этого телефон? Нет, у меня нет. Что делать, только тяжелее связаться с ними, так? У меня нет паспорта, айди, для того, чтобы оформить себе мобильный номер, но я работаю над этим сейчас. Ты работаешь над этим, тебе нужно работать над чем-то. Да, так и есть. Какие у тебя были хобби, увлечения, до того, как ты стала зависимой? Я работал по большей части, мне нравилось много работать. Про хобби, я люблю рыбалку, с моими родителями, друзьями, мы ездили с моим братом. Нравилось в торговых центрах шопиться. А ты считаешь себя как бы провинциальной девушкой или городской? Городской, конечно, я из города. Рыбалка это просто хобби, я понял. Да, я очень люблю рыбалку. Сколько у тебя братьев, сестер? Наш двое. Только брат у меня. Хорошо, хорошо. Один-двоюродный. Как у вас отношения были с братом? Хорошими. Но они сейчас распались немного, потому что он стал тоже наркозависимым. Он не так давно начал. О, он только начал? Да. И у него две дочери, малышки, они еще совсем маленькие. О, то есть это вообще задница, да? Ты встречаешь его здесь? Он тоже застрял где-то здесь? Я вижу его иногда. Вы разговариваете или просто легкий быстрый кивок, что это такое? Да. И это ужасно, что это так происходит. Это ужасно. Это сумасшествие. Ты можешь закурить сигарету, пока мы делаем это интервью. Привет, можно попросить зажигалку подкурить? Ты добрая. Спасибо. Был ли какой-то наркотик, который привел тебя к зависимости? Нет. Нет? То есть как бы по полной шла, и не винишь какой-то отдельный наркотик? Я не вину никакие наркотики. Я могла бы винить моего бывшего парня на самом деле. Но если смотреть на вещи полностью реально, то это все я. Не знаю, что это. Я слышала о героине, как и все о нем слышат. Но ты просто не знаешь, как это на практике происходит, когда ты сваливаешься в зависимость. Это блядь. Это ужасающе. Это нечто, что я никому не могу пожелать. У тебя была передозировка когда-нибудь? Да, была. Была? Сколько раз? Два раза. Это страшное чувство или что? Ты на самом деле ничего не чувствуешь, пока ты не очнешься. И очнувшись, ты как бы в совершенно вязком, бестолковом состоянии. Ты как будто умер внутри. Ты как будто уже мертвец. Это может прозвучить безумно, но я слышал, как говорят, что это место лучшее, где можно жить бездомным, потому что тебе как бы всегда дают еду и все такое. Вы знаете, да, и это странно, потому что я слышал прямо эти слова вот совсем недавно. И говорят, типа, нам тут хорошо, потому что всегда есть место, где ты можешь найти вещи, типа предметы гигиены, еду и все прочее. Но если сказать честно, когда тебе действительно что-то из этого нужно, ты не можешь вообще этого найти. Именно в этот момент нет. Нет. И эти места, которые помогают тебе, люди, которые это администрируют, они используют это в своих целях. Эти люди получают ресурсы, чтобы передать нам, но они могут выдавать сколько хотят. В некоторых местах, например, они выдают одежду, но они что-то выдадут, а что-то оставят у себя, чтобы потом продать в другом месте, что им досталось даром от благотворителей и все такое прочее. И они говорят, нет еды, нет пожертвований, нет одежды, нам нечего вам дать. И мы практически здесь как в тюрьме, они контролируют нас и относятся как к дерьму. Это такое б***ь сумасшествие. Каждый день становится все хуже и хуже. Каждый день становится как бы легче сказать себе, что все это конец. И в принципе это так. То есть с вами обращаются здесь как с недочеловеком? Да, именно так. И такое обращение в корне неверно, как я говорил раньше, кто угодно может оказаться в этой позиции. И вы все тоже люди. У многих у вас была нормальная жизнь раньше, и многие прошли через травматические ситуации, и многих это привело впоследствии жить сюда. Никто не знает то, через что проходит, так же как и я. Даже если у кого-то есть серьезное намерение победить зависимость, как бы проснуться в один день и сказать себе, все, пойду искать работу, все изменю с сегодняшнего дня, это легче сказать, чем сделать. Тебе нужно быть, наверное, более терпеливым, и время пойдет по своему курсу. Что самое страшное, что случалось с тобой в этом месте? Что самое страшное, что случалось с тобой здесь? Несколько месяцев назад пройти через насилование, когда меня закрыли где-то. и не было никакой возможности оттуда выйти. Потому что мы попадаем в такие ситуации, когда ты... Люди подходят здесь, и они сходу начинают приставать тебе, преследовать тебя, или некоторые гнать, если они увидели тебя где-то. Такое дерьмо происходит все время. И при этом ты слышишь все эти истории о том, что происходит в Кенсингтоне. Убийство, все это дерьмо. Страшно находиться здесь. Это страшно. Ты сказал, страшно здесь, так? Да. Как бы ты определила уровень убийств здесь, здесь в Кенсингтоне? Я знаю, что высокие, потому что многих людей уже нет здесь. Они как бы живут и просто исчезают здесь. Я стараюсь не думать об этом. Я стараюсь не думать об этом. Передозировка или убийство, это все тошнотворно. Да, много тут всего происходит. И никто не знает, что случается с людьми, как правило. Понимаете? Ты слышал о том, что тут есть серийный убийца? Здесь в Кенсингтоне. Тот, который с фургоном? Да. Да, в курсе. Вау. Да. Тут, наверное, кто-то напишет книгу об этом. Это безумие. Да, и его не поймали еще. Его не поймали еще? Нет, вот такая жопа. Он затаскивает человека в свой фургон и срывается с места, очень быстро уезжает, и никто его не может поймать. Вау. Как ты не замерзаешь холодные ночи, когда ты тут спишь? Да как? Большинство людей оставляют одежду и всякое тряпье. В большинстве случаев я ношу с собой что-нибудь, хотя бы такое. Чтобы согреться, да? У тебя хорошая сумочка, кстати. Я нашла ее на стоянке. Все мои вещи, их все время кто-то ворует. Не важно, что это, все время что-то ворует. Каждый раз, все время. Если бы у тебя было три желания, какими бы они были? Я не знаю. Я не могу сказать. Хорошо. Если бы у тебя было три желания, что было бы это? Я не знаю. Я не думаю об этом. Трудно об этом думать из-за среды, в которой ты находишься? Да нет. Если бы у меня было только три желания, я бы выбрал какой-нибудь хорошее. Только хорошее. То есть трудно выбрать. Да. Трудно выбрать. Спасибо за интервью. Я очень ценю это. Надеюсь, что ты выбравишься. Спасибо. Я думаю, что ты получишь помощь, которая тебе нужна. Ты можешь бросить, избавиться от этой зависимости. Ты еще молодая. У тебя есть шанс. Понимаешь? У всех есть шанс. Да, у всех есть шанс. Все только в твоей голове. В твоей голове. Помни это. Привет, Бритни. Доброе утро. Доброе утро. Как дела у вас? Хотя добрый день уже. Да. Мы здесь для обновления информации. Ты знаешь, прошло уже много времени с того момента, как мы виделись. Три или четыре месяца. Да. Мы выцепили тебя. У тебя суперновая кошка. Как ты представишь нам свою кошку, Бритни? Ее зовут Крим. Она в порядке, но у нее была травма. Ее поймали и потом отпустили местные ветеринары. Когда я впервые ее встретила, ей только сделали небольшую операцию. Так ей пришлось жить на улицах со своей сделанной операцией. И с того времени она и я были вместе. Я ношу ее иногда в сумке с собой. Время от времени прихожу сюда, выпускаю и поиграю здесь в парке. Она дралась с двумя питбулями на днях. Она дралась с двумя питбулями? Окей, она дралась с двумя питбулями. И не царапинки на ней. Нет, люди думали, что она вообще их убьет. Вау. Она стала очень страшной, понимаете? Она восприняла их очень лично. Понятно. Она прыгала вокруг них, замахивалась на них. И они такие типа, о, ты хочешь поиграть с нами, да? Итак, Бритни, для людей, которые не знают о тебе, кто не видел нашего предыдущего интервью, можешь людям сказать, сколько тебе лет? Мне 26. Тебе 26. До этого, когда мы снимали, тебе было 25. Да. Окей, хорошо, ты стала постарше теперь. Я говорил с Бритни до записи. Она на самом деле пытается завязать теперь. Расскажи об этой дороге, и как ты сейчас оказалась здесь? Нет, я всегда была здесь, и тогда, когда мы записывали то интервью. Но в последнее время я вошла в программу организации РОК. И у них есть все, что тебе нужно в течение дня. Ты перестаешь принимать наркотики, и они буквально выдают тебе одежду, предметы гигиены. Они могут забрать тебя прямо отсюда. Они заботятся о всех моментах. Я с ними на связи теперь, с ними работаю. И я начинаю чувствовать, что я теперь готова, потому что использую для лечения метадон. Я знаю, что я в последний раз испытываю некоторый кайф от него. И я хочу, чтобы это как бы глубоко осталось в моей голове. Это как бы последний переходный шаг к трансформации жизни. Я слышу, что женщины тут пропадают, которые уходят, так сказать, на свидания и все такое прочее. Да, и это душераздирающе, поразительно. Я переживаю и молюсь за людей, как... У меня были знакомые, с которыми у меня были очень хорошие отношения. Которые даже поднялись, реабилитировались, бросили. И потом ты слышишь, что я где-то здесь, наши мертвые. И это из лучших людей в моей душе. И я знаю, что это не то место, куда нужно попадать. И тут еще в последнее время появились такого рода люди. Они как бы буйствуют. В ярости нападают на людей. Мрачные, безумные люди. Которые так или иначе кидаются на всех. Абсолютно на всех. Ты можешь просто идти по улице. Они появляются, стреляют тебе в голову и убегают. Это безумие. Это безумие. Как тебе удается решать дела с деньгами, живя на улицах? Я фактически воровала. И пыталась делать это сама. Я всегда хотела воровать, но мне было страшно. Я хотела идти воровать с кем-то. И когда я впервые пошла на ворожество, я пошла на это с другими людьми. И они просто мне ничего не оставили. И я больше никогда так не делала. Я воровала сама. Меня ловили, выпускали. Делала все одна, зная, что это не идеально для такой деятельности. Я встретил человека потом, который занимается строительством. И время от времени он выходит на меня и просит провести уборку на месте строительства, ремонта. И я прихожу, убираюсь. Он платит мне 170 долларов за такую работу. То есть у тебя уже появилась какая-то легальная активность? Тебе уже не приходится всегда делать то, что тебе приходилось делать раньше? Нет. Копить деньги оттуда, отсюда и так далее. У меня есть еще пара людей, которые немного покровительствуют мне, делая подарки. Да, но это так. А как у тебя с отношениями? У тебя есть парень? Нет, у меня нет парня. Ты находишь это трудно быть в отношениях с кем-либо, когда ты живешь таким образом? Да, это трудно. Трудно быть с кем-то в отношениях, у кого такой же образ жизни, как у меня. Если я с кем-то в отношениях, то так же зависим, как и я, я не смогу стать другим человеком. То есть ты бы предпочла общаться с человеком, который не наркоман, как ты? Да, потому что я в таком положении, но когда кто-то работает рядом, это может лучше мотивировать меня встать на ноги, в то время как быть наркоманом, это человек, который всегда будет тащить тебя вниз, забирать твои деньги, понятно на что. То есть ты хочешь идти в другую сторону и быть окруженной хорошей энергией, которая мотивирует тебя подняться и выйти из этого образа жизни. Это все, что мне нужно. Мне нужно встать на первую ступень и потом сделать лучшее, что я могу. Как твои отношения с семьей сейчас, Бритни? Я не связывалась с ними до сих пор, но я выходил в Facebook на их страницы и я вижу, что они активны и дела у них идут нормально. Я не хочу выходить на контакт с ними пока. Последний раз, когда мы разговаривали, это было очень эмоционально, я вижу немного некоторые изменения в тебе. Можно сказать, в чем разница, это более хороший день или... Это более хороший день, это уже не так сложно. У меня появилась уже некоторая уверенность в себе. Я уже не потеряна как тогда, не в том состоянии, когда ты просто бессмысленно навигируешь по улицам. Я не знаю, сейчас есть некоторая разница. Ты думаешь, ты адаптировалась к этой среде, к этому образу жизни или нет? Ты никогда не можешь адаптироваться к этому образу жизни. Это я могу сказать вам. Но есть кое-что другое. Бог никогда не дает тебе больше страданий, чем ты можешь выдержать. Я твердо верю в это. Есть что-то, что Он делает, и это чудо для меня. И это вытаскивает меня отсюда. Да, это звучит вполне как клише, но знаете что? Вещи, которые я хочу делать на ежедневной основе, они никогда не срабатывают для меня. И у меня было отношение, что эта херня такая. Но сейчас я знаю, что это не предполагалось для меня. Это не должно было случаться. Если что-то не предполагается в твоей жизни, ты не можешь принудить это. Я знаю людей из твоего угла, которые завязали, и они не хотят видеть тебя здесь. Я знаю, я мог бы сказать это лично. Но есть добрые люди, которые болеют за тебя, чтобы ты покинул эти улицы. Потому что All Time Media и я сам, мы среди них Бритни. Спасибо. Понимаешь? Вы, ребята, заставляете меня улыбаться. Спасибо вам. Я очень рад, что мы можем сделать так, чтобы ты улыбалась. Спасибо, что пришли ко мне поговорить еще. Бритни, абсолютно. Спасибо тебе за это обновление. Ты знаешь, это значит много. Много людей хотят знать о тебе, о твоей истории, знать, что происходит с тобой. И мы просто желаем тебе лучшего, Бритни. Спасибо. Спасибо, Бритни. Спасибо, Бритни. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...